Вот где сейчас находятся украинцы по численности личного состава. Это дошло до того, что они буквально ничего не могут сделать, чтобы решить эту проблему. В то время как русские просто подавляют, я имею в виду, что они получают еще 100 полностью обученных парней. За этой сотней стоит еще 100 и еще 100 и еще 100. И они оснащены лучшим оборудованием. Русские производят 150-200 танков в месяц. Соединенные Штаты могут производить 44 танка в месяц. Не новая продукция, а восстановленная. Немцы могут производить около 150 танков в год, если у них есть сталь, но у них больше нет стали, потому что их сталелитейные заводы закрылись из-за санкций. Так что они больше не могут производить даже танки, потому что для их производства нет стали. То же самое с французами. Они могут производить около 100 танков Локлёрк в год, если у них есть стали заказы. У них нет ни того, ни другого. Суть в том, что русские производят больше танков в месяц, чем НАТО производит за год. И русские, мы уже говорили о проблеме с американцами. Российская армия начала этот конфликт 900 лет назад, в прошлом году, в ответ на расширение НАТО. Владимир Путин санкционировал расширение российской армии до 1,5 миллионов человек. Сейчас часть этого расширения будет осуществляться за счет увеличения числа призывников. Так вот, что мы увидели, так это то, что, скажем, от 125 призывников на одного россиянина проходит два призыва в год. Это число возросло примерно до 150. Так вот, из того числа, которое нужно русским, они ищут примерно 50 человек из числа дополнительных призывников. Остальные из них контрактники, которых они получают прямо сейчас вместе с добровольцами. 1,5 миллиона. В последний раз русские сообщали, что у них все получилось. Они успешно довели это число примерно до 1,35 миллиона. Это 100 миллионов 350 человек, и они движутся к тому, чтобы достичь 0,5. Но это не включает, и это то, что людям нужно понять, когда мы говорим о численности российской армии. Даже то, что 670 человек, не включает в себя множество добровольческих подразделений. Это не включает такие подразделения, как Российская гвардия, Ахмат, чеченские подразделения. Специальные добровольческие подразделения, подразделения барсов и тому подобное. Некоторые подразделения ЛНР, некоторые подразделения ДНР, Лаганы, Донецкие. Это подразделения и структуры, не входящие в состав Министерства обороны. Вагнер, большая новость. Апты Алданов, командир 1-го гвардейского корпуса, армейского гвардейского корпуса и луганского, Ахмад Сила, чеченский командир, только что подписали контракт с Рабатором, известным командиром Вагнера, командиром 1-й штурмовой группы, человеком, который поднял флаг над Солидаром, человеком, который поднял флаг над Бахмутом. Рабаар и трое бойцов Вагнера, одни из лучших ветеранов организации Вагнера, подписали контракт и вступили в Российскую гвардию и в состав Силы Ахмата вместе с Апты Алдановым. Эти ребята не входят в состав 670-й дивизии, так что у России в этом районе на этом театре военных действий около миллиона человек. И вы готовитесь вести еще 100 тысяч человек, еще 10 тысяч человек, еще 100 тысяч человек. К середине лета у России будет около 1,21-й, 1,3 миллиона человек, вовлеченных в эту борьбу. И это все, что она написала для украинцев, потому что на данный момент русские смогут насытить линию фронта. Украинцы не смогут остановиться, а русские просто переедут через них и затопят их. И я думаю, что именно в этом направлении все и идет. Но опять же, давайте никогда не будем забывать, и русские никогда не позволят вам забыть, что украинец это адский боец. И он будет сражаться изо всех сил за каждый квадратный дюйм территории. И если им дадут оборудование и у них будет достаточно людей, чтобы использовать это оборудование, они будут использовать это оборудование с летальным исходом. Так что это не будет легкой задачей. И я всегда говорю людям, что когда мы говорим о Второй мировой войне и американских войсках в Германии, самым кровавым месяцем войны для армии Соединенных Штатов. Был не июнь 1944 года, день Д. Это был не декабрь 1944 года, битва в Арденах. Это был апрель 1945 года, последний полный месяц войны. Германия была побеждена. У Германии не было шансов на победу. И все же эта побежденная немецкая армия, поскольку она отчаянно сражалась на немецкой земле, убила больше американцев в апреле 1945 года, чем в любой другой месяц войны. Так что мы должны иметь в виду, что чтобы вы не говорили об украинцах и их крахе, никто не ожидает, что боевые действия прекратятся. Вы не знаете украинцев. Русские знают украинцев и уважают их. Это интересный парадокс или противоречие, может быть. И может быть, если бы вы могли кратко поговорить, с одной стороны, у вас есть русские, которые только что присоединились к этому делу, чтобы действительно впечатляющие цифры, которые вы привели. И это говорит о том, насколько я знаю, что вы говорили в других программах в прошлом, о том, почему Россия и русские, в частности, так увлечены этим конкретным делом. Но с другой стороны, у вас также есть украинцы. С одной стороны, проблема с рабочей силой — это продукт войны. Это продукт того, что Россия очень успешна на войне. И у вас также сейчас, похоже, гораздо больше сообщений об украинцах, из-за того, как ужасно они бегут. Но у вас также есть, как вы сказали, украинцы, которые также очень преданы своей стороне этого дела. Не могли бы вы объяснить, почему, во-первых, может быть с российской стороны? Мы много говорили об Украине и о том, почему Украина ведет этот конфликт. Но с российской стороны, типа, почему это так важно? Зачем русским это нужно? Я знаю, что вы несколько раз бывали в России. Почему русские действительно активизировались в этом вопросе до такой степени, что это просто, это почти абсолютно необходимо, чтобы вы были частью этого в той или иной форме? Да. Я имею в виду, что это отличный вопрос. Но для того, чтобы дать на него ответ, я должен попросить у вас прощения, потому что я собираюсь дать вам развернутый ответ. Потому что это единственный способ, которым я могу ответить на этот вопрос должным образом. Россия. Вам нужно вернуться в 1990-е годы, чтобы понять, как ответить на этот вопрос. В десятилетия 1990-х годов, хаос и катастрофа, которые имели место, миллионы россиян умирали, экономическая катастрофа, политическая катастрофа. Все аспекты российского общества находились в состоянии распада и коллапса. Это та Россия, которую унаследовал Владимир Путин. Это была основательно больная Россия. И это было политическое мино о поле. Я имею в виду, что людям нужно вернуться назад и прочитать о последних месяцах режима Ельцина и о том, как волки кружились ножами, чтобы разделить все это, когда Ельцин ушел. У него были все люди, которые думали, что они станут очевидными наследниками. И именно поэтому он обратился к нему. Он схватил Путина и привез его сюда, потому что он этого не сделал. Ельцин в конце концов извинился. В своем прощальном обращении он сказал, что допустил много ошибок, сказал он. И он признал это. И одна из ошибок, которые он совершил, заключалась в том, что он слишком многое доверил своей жене, своей дочери и мужу своей дочери. И они собрали эту стаю волков, которая готовилась продолжать пожирать людей, обогащавшихся за счет распада и гибели России. Поэтому он привел к власти Путина, и он поставил Путина во главе. Сегодня все думают, что Путин — это такой всемогущий лидер и все такое прочее. Эй, ты можешь говорить все, что хочешь. Он оказался в шатком положении, и ему пришлось пойти на компромиссы. Ему пришлось принимать решение о том, каковы его приоритеты, чтобы написать об этом тонущем корабле, а это значит, что ему пришлось многое терпеть. И то, что ему пришлось терпеть, — это коррупция олигархов. Он сказал олигархам на ранней стадии, чтобы они не вмешивались в политику. Мне нужно, чтобы вы, ребята, продолжали заниматься своими экономическими делами. Я собираюсь сказать вам прямо сейчас, что ваша экономическая деятельность, пока вы богатеете, должна также начать приносить деньги обратно в Россию, повышая, знаете ли, качество жизни россиян. Но если вы начнете вмешиваться в политику, и Катоковский, глава газового расследования, я думаю, или Лю Койл, как я думаю, это было. Он сказал, к черту тебя, Путин, кто ты такой, черт возьми, чтобы приходить сюда в последние две секунды, чтобы взять верх над тем, чем я должен был управлять. И он прыгнул в политику. Путин сверг его, арестовал, посадил в тюрьму и в конечном итоге выслал. Он один из лидеров оппозиции прямо сейчас, действующий из Лондона. Но у тебя есть эта проблема с олигархами. У тебя также есть проблема интеграции Запада. Запад пришел сюда в 90-е. Были установлены компании, и они внедрились в российскую социальную, экономическую и политическую ткань. Итак, у вас было около 30-40% России, связанных с Западом, и вы ничего не могли сделать, чтобы это исправить. Потому что, помните, это демократия. Путин должен баллотироваться на выборах, и он должен победить на них. И он был, знаете ли, это не диктатура Саддама Хусейна, где вы получаете, знаете ли, 99,99% или Ким Чен Ын получает 100%. Потому что он Ким Чен Ын. Нет. Путину пришлось баллотироваться против людей, которые стремились занять его место. Против очень крупной оппозиции, хорошо финансируемой Западом. Так что он набирает 54, 56, 58%, что является хорошим отрывом. Но если он, знаете ли, оттолкнет от себя то, что было политически нейтральным, прозападно настроенным элементом, который говорил. Пока вы позволяете экономике функционировать так, чтобы мы могли положить деньги в карман, положить деньги в банк и жить нормально, мы будем продолжать поддерживать вас на посту. Ну, он также понимал, что эта система прямо здесь была неэффективной. Это подпитывало коррупцию олигархов и все такое, но он не мог дотронуться до этого. Приходилось идти на компромиссы. Также при Ельцине, во времена губернаторов при Ельцине, все они стали коррумпированными. Вся система была коррумпирована. Путин не мог прийти и потрясти всю систему сразу. Ему пришлось пойти на определенные компромиссы, чтобы позволить определенным практикам продолжаться, в то время как он начал наводить порядок в офисе. И пока он наводит порядок в офисе, вы знаете, ему приходится решать проблему войны в Чечне. Встречаться с Ахмадом Кадыровым и втягиваться в этот конфликт, чтобы разрешить чеченскую ситуацию. Пока он делает это, у него возникают другие ситуации. Соединенные Штаты пытаются использовать Навального для создания цветной революции на улицах. Он должен уйти и передать власть Медведеву, в то время как Соединенные Штаты стремятся использовать Медведева, чтобы отстранить Путина от должности, разрушая демократию. Так что вместо того, чтобы иметь возможность полностью сосредоточиться на восстановлении России, ему постоянно приходится расставлять приоритеты в отношении выживания России, что требует компромиссов в отношении коррупции, определенных политических практик, определенных вещей, которые в противном случае не были бы допустимы, но с которыми приходится мириться. И такова ситуация в России. Она движется в правильном направлении. Путин проделывает огромную работу по ее возрождению, но она по-прежнему фундаментально больна. Это все равно, что иметь рак, который все еще находится внутри вас, но вы подавили симптомы. Это выглядит так, как будто вы здоровы, но это все еще там. Это не вошло в стадию ремиссии, и это вернется, если вы не справитесь с этим. Но вы не можете справиться с этим, потому что вам нужно решить все эти другие проблемы там. И такова ситуация, которая существовала в России на момент начала специальной военной операции. По сообщениям прессы, Путин был очень обеспокоен. Не было этих санкций, они понятия не имели, как эти санкции повлияют. Его ведущим экспертам было сказано, что западные санкции приведут к сокращению экономики на 25-30%. Это очень тяжело. И теперь у вас есть люди, которые говорят, что у вас недостаточно рабочей силы, особенно после контратаки украинцев. Но как вы можете мобилизоваться? Если вы мобилизуетесь в то время, когда экономика переживает шок, вы можете получить еще больший шок. И теперь, когда шок создает людей, у которых нет работы и которые смотрят на рухнувшую экономику, западная элита, которая была тесно связана с западом, восстанет. Путин оказался в очень шатком положении. Но потом кое-что произошло. Экономика не сократилась. Я имею в виду, что экономика сократилась, но на небольшой процент. И это выглядело так, как будто она собиралась вырасти. Это дало ему большую свободу действий сейчас, чтобы сказать, что со здоровой экономикой я могу делать что угодно. Запад ввел санкции против олигархов. Это был конец олигархического класса. Решена одна из вечных проблем Путина. Ему больше не нужно беспокоиться об олигархах. Запад ввел против них санкции, и в одночасье олигархи стали политической ничтожностью. Путин сказал, убирайтесь к черту из страны. Мы в вас больше не нуждаемся. А те, кто останется из-за санкций, не смогут вывести свое богатство, и теперь Путин должен решить еще одну проблему. Как вернуть эти деньги обратно в Россию? Законы приняты, деньги реинвестированы, и когда они реинвестируются, Путин получает контроль над ними. А теперь еще и коррупция. И внезапно у вас есть эта замечательная вещь на Западе из-за санкций, они разводятся с Россией экономически. И вся та группа, которая была там переплетена, о которой Путин должен был беспокоиться, больше не должна беспокоиться о них, потому что развод произошел. Но это не вина Путина. Это вина Запада. И эти люди начинают задаваться вопросом, кто виноват. Виноват Запад. И буквально в одночасье русские проснулись и осознали реальность того, что Запад пытался их убить, что Запад хотел уничтожить Россию. И они вновь обрели патриотизм. Сейчас русские всегда были патриотами, но они были своего рода сбитыми с толку патриотами, потому что русские, особенно после 1990-х годов, смотрели на Запад как на своего рода большого западного брата и так далее. Но теперь русские идут, ну нет, на Запад, и они смотрят в зеркало и говорят, что я не так уж и уродлив, как я думал. У меня все хорошо. Сходи в спортзал немного. Я могу это исправить. Я могу это исправить. А потом они идут в спортзал и говорят, что я выгляжу чертовски хорошо. Я могу конкурировать. Они работают, они получают деньги. В их экономике все хорошо, и русские снова начинают гордиться тем, что они русские. И вот что здесь происходит. У вас есть люди, которые гордятся тем, что они русские. Они с гордостью говорят, что я русский, и наблюдается всплеск патриотизма, и это реально как никогда. И это приводит к двум вещам. Во-первых, русский теперь говорит, что эта война в Украине, это их эквивалент Великой Отечественной войны. Это экзистенциальная борьба за выживание России, и русские вновь открыли для себя патриотизм и говорят, что мы полны решимости одержать здесь победу. Мы не собираемся здесь потерпеть поражение. Мы на сто процентов поддерживаем это президентство. Затем в прошлом месяце состоялись выборы, и интересная особенность этих выборов заключается в том, что все знали, что Путин победит. Но цель состояла в том, чтобы русские были настолько расстроены войной, экономикой, что они не пришли бы в таком количестве. И люди действительно пришли, вы знаете, Путин победит с не таким уж впечатляющим отрывом. Но Путин обратился к русскому народу с речью о русском патриотизме и сказал, что эти выборы не о нем, а о вас. Это о нас. Это о русской нации. И они откликнулись. 77% русского народа пришли на избирательные участки, и 88% из тех, кто пришел на избирательные участки, проголосовали за Владимира Путина. И теперь, 7 мая, вы увидите нечто удивительное. Инаугурацию. После этой инаугурации Путин собирается завершить задачу по очищению России. Все эти мелкие остатки коррупции, все эти мелкие недостатки, по поводу которых ему приходилось идти на компромиссы, чтобы сохранить их. Потому что он не мог пойти на политический риск, чтобы разобраться с ними. Он собирается разобраться с ними, потому что за ними стоит русский народ. И вот в чем заключается урок. Во время войны, когда русскому народу приходится идти на такие большие жертвы, знаете ли, в Америке мы говорим о военно-промышленном комплексе, но действительно ли мы возвеличиваем его? Я имею в виду, что мы говорим об этом в некотором роде критически. Возвеличиваем ли мы его до почетного статуса солдат на передовой? Нет. В России, в городе Магнитогорске, есть памятник под названием Тыл, и он посвящен Второй мировой войне. Но там есть солдат Красной Армии и русский рабочий, и они держат меч, сделанный из стали, произведенный на заводе. Меч, подаренный рабочим солдату Красной Армии. Солдат Красной Армии берет этот меч и отдает его матери России, и в Волгограде родина манит. Она зовет Россию вперед, держа этот меч высоко над головой. Этот меч находится в руках русского солдата на берлинском памятнике на земле, в то время как он держит ребенка на своей руке. Война окончена, и этот меч находится в организации объединенных наций и превращается в плуг. Русский народ отождествляет себя со всем, что я только что сказал. Они понимают эту преемственность. Поэтому, когда вы говорите с русским народом, речь идет не только о войсках на линии фронта, речь идет о нации, поддерживающей этот конфликт. Это национальный призыв к войне. Коррупция сейчас недопустима. Именно здесь Путин может воспользоваться этим преимуществом. Потому что прямо сейчас в России существует нулевой уровень терпимости коррупции из-за войны. Из-за жертв, которых всех просят принести ради войны, ради этой экзистенциальной борьбы. И начиная с 7 мая Путин собирается навести порядок в доме. Это будет совершенно другая Россия. Это Россия, которая позиционирует себя для постпутинской эпохи. И этого не могло бы произойти. В этом и заключается вся ирония Дэнни. Ничего из этого не могло бы произойти, если бы не глупость Запада. Ты знаешь, если бы Запад действительно хотел уничтожить Россию, я имею в виду, что они никогда не спрашивали меня, и я бы не посоветовал этого, потому что я верю в дружбу с Россией. Но кто-то подошел ко мне и сказал, Скотт, Соединенные Штаты не собираются дружить с Россией, но нам нужен твой совет. Ты, американец. Как бы ты посоветовал нам победить Владимира Путина? И я бы сказал, что Владимир Путин уже пережил тебя на 25 лет. Так что я здесь, чтобы сказать тебе прямо сейчас, что единственное, что победит Владимира Путина, это мать природа. Время. Так что все, что нам нужно сделать, это тянуть время. И если мы будем тянуть время, продолжая запрещать Путину наводить порядок в стране, позволяя достаточному количеству инфекций 1990-х годов, остаться в России, когда Путин уйдет, мы будем владеть Россией. Россия вернется к тому, чего мы хотели. Не будет другого Путина, который мог бы заменить его, и мы будем контролировать Россию. Вот так я бы подошел к вопросу контроля над Россией. Дать России возможность саморазрушиться после того, как Владимир Путин уйдет. Вместо этого мы сделали так, что у Владимира Путина теперь есть возможность перейти к новой России. К той, которая полностью свободна от инфекции 1990-х годов. К России, которая заботится о российском государстве, а не об одном человеке, а о российском государстве. Вот в чем прелесть этих выборов, которые состоялись. Это были выборы не для Путина. Это были выборы для российского государства. И в ближайшие шесть лет он собирается создать российское государство, которое сможет выжить и преуспеть в постпутинскую эпоху. И он не смог бы сделать это без этой войны. Продолжение следует...